Это довольно небольшая глава, это 47 главы 28 стиха по 50 главу 26 стих, и он в основном рассказывается о жизни Якова уже в Египте и о смерти его. И когда Яков уже решил умирать в конечном счете, наконец-то, то он своим говорил, не дождетесь, но они дождались, да? Тогда первое, что он сделал, он пригласил Ефрема в монаши и благословил их особым образом, потом собрал всех садовей и благословил их, и об этом благословении говорится. 49 глава, значит, 48 глава говорит о благословении Иосифа и его слове, 49 глава о благословении Якова, а уже последнее, идет речь там уже о смерти, да, и трауры, и потом, что происходило после смерти. В общем, небольшие довольно главы, но для нас интересные. Итак, Берешит, 47 главы, 28 стих, по 50 главу, 26 стих, автора Малахим, 1, это, значит, у нас какая царство, 3 царство, 2 глава, с 1 по 12 стиха. И жил Яков в стране египетской 17 лет, и было дне Якова, годов жизни его 147 лет. Так, жил в стране египетской 17 лет, было у него садов жизни 147 лет. Сколько он туда переселился? 130, 130 лет примерно. И вы знаете, вся жизнь его была довольно тяжелой. И вот здесь говорится ваяхи, когда мы говорим о том, жизнь, он что делал, когда он жил у своего лавана, употреблен какой глагол? Гар, да? Гар, потому что он жил как Гер, как пришелец. Да. Когда мы говорим о жизни его в стране, ну, это еще не Израиль, как он назывался, Аэрис Кнанда, мы говорим, как сидел, да? Шеф, Ешеф глава. А здесь глава хай. Хай, это означает вообще жизнь, да? Оказывается, вот из 147 лет он только жил по-настоящему, да? Сколько лет? 17 лет, да? Из 147 лет только по 17 лет, вы знаете, жил, жил по-настоящему. Ну, вот всех очень такой вопрос интересует. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? А вот я вас спрашиваю, какой правильный еврейский ответ? Есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе? Я, как всегда, по-еврейски спрашиваю, а вы как думаете, да? Итак, как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе? Минус 30 градусов. Атмосферное давление в 5 раз в месяц, чем здесь у нас в помещении. Кислорода полпроцента. Так разве это жизнь? Правда? А знаете, почтальон Печкин точно так, как наш прорезь Яков рассуждал. Я только теперь жить, начиная, на пенсии выхожу. А так 130 лет он мучился, так сказать, и 17 лет он жил, да? И вот к настоящему он жил, действительно, после того, как уже, помните, уже 20 лет, да, с лишним. Он всего считать идет, а 20 лет проходило. 17 лет было, да, сколько лет, значит, Иосифу 13 лет, да, он в тюрьме там был, значит, 40 лет он предстал перед фараоном. В общем, представьте себе, сколько проходило времени, прошло времени, пока он встретился, наконец-то, со своим отцом. И Иосиф в течение 22 лет, оторванный от отчего дома, продолжал оставаться верным, верным своему отцу. А отец постоянно надеялся, да, что все-таки сын его, скорее всего, жил. И то, что произошло, это, наверное, какая-то ошибка. И видите, в конце основы, такое явление этой главы, это что? Слова. Соберитесь, я расскажу, что случится с вами в конце дней. Вот когда в конце дней говорится, да, это говорится о времени окончания эпохи еврейского знания и святой земли, или о времени прихода Машеха. То есть, с одной стороны, пророчества, которые относятся к Исраилю в его дальнейшей жизни, да, в колен, и каждое колено действительно выполнено по-своему эти пророчества. Но и также в конце дня, это дни прихода Машеха. И вы знаете, что одна из главных пунктов веры, да, я верю полной веры в приход Машеха, и хотя он задерживается, я каждый день буду ждать его прихода. И этот принцип, который в течение уже двух тысяч лет, да, читается многими евреями после утренней молитвы. Итак, пришло время Израилю умереть. На одном дыхании Тора называют пророчества сначала Яковом. Жил Яков в земле египетской, да, и пришло время Израилю умереть. Очень интересно. Иногда Яков называется Яковом, иногда он называется Израилем. И вот если посмотрите, что если о чем-то говорится хорошим, о чем-то положительном, и там, где положительно про себя проявляет Израиль, он так называется? Израилем. Там, где он не проявляет себя, сейчас там Яков, или здесь в данном случае, ну что, ну жил он себе, да, и все 17 лет в одном предложении уместились. Но когда он уже умирал, он уже просто Яков был, да, он уже был Израилем. То есть, когда проявился его пророческий дар, он стал Израилем. Мы говорили, что слово Израиль, да, оно уже содержит в себе имя Божие и отношение Израиля к Богу. Итак, значит, когда боролся, вы помните, с ангелом Божиим, он получил имя Израиля. И сказал Бог Израилю в видении ночном Яков, Яков. И вот когда он уходил в Египет, это Бытие 46 глава 2 стих, да, опять, он называется уже как Яков. И только перед смертью опять называется Израилем. И, наверное, он радовался тому, что дети и внуки его живут рядом с ним. Представьте себе, помните, мы говорили, это единственный из прорцов, у которого все дети и внуки, и правнуки были евреями, правда? Вот хотя бы у Арама было много потопков, но не все были евреями. Да, у Исака было два сына, но только 50% были евреями, а здесь 100% евреи. Да, он мог бы говорить о себе, мой сын, генеральный директор египетской экономической программы. Мультимиллионер, да, мультимиллионер. И вот пришло время Израилю умереть. То есть Яков, когда начал задумываться о вечности, он снова стал Израилем. И очень важно, интересно, он просит, окази мне милость, не хорони меня в Египте. Помните, самый большой почет был бы, наверное, покоиться в какой-то пирамиде. Кстати, видите, имхотепа тоже могилу не нашли. Та пирамида, в которой он должен был быть захоронен, там пирамида пуста. Нету его гроба. Взяли гроб Иосифа, забрали, да? Но Иаков сказал сразу, чтобы его похоронили после смерти, да, в земле Израиля. Он боялся, что египтяне заставят Иосифа передумать и похоронят его все-таки в Египте. Правда? Но он сказал, что сразу я пойду туда. Но как вы думаете, Иосиф хотел сразу быть похоронен? Да? Но Иосиф предпочел разделить, да, даже будучи бывшим, все для Бога живы, судьбу израильского народа. И он верою, Иосиф знал, что пройдет 400 лет, но он, может, не знал, сколько лет пройдет, да, но рано или поздно выйдут из земли Кипинской. И тогда он сказал, что вы обязательно забрали его гроб. То есть очень интересно, что, видите, даже могила, даже могила, не все равно, где человека похоронить, да? Но быть похороненным в земле Израиля для евреев, это считается очень важной вещью. Знаете, что вся гора масличная, она буквально изрыта могилами. Почему? Потому что все знают, и евреи, и неевреи, и враги евреев знают, что когда будет воскрешение, Мессия будет там. Да? И самую первую воскреснув, кто? Те, кто на масличной горе. Так что Яков не позволил поддаться соблазну и потребовал у своего могущественного сына, «Окажи милость, не хорони меня в Египте». Он хотелось бы быть захороненным на родине, чтобы дети твердо знали, где их настоящий дом. И могилой Якова стала все та же пещера, которая находится возле Хеврона. И как она называется? Мах-пе-ла. Хорошо. Еще интересно, что в некоторых комментариях говорит, что когда пришло время Йосифа, он сказал, что так тоже подобное тебе сделаю, когда придется мне умирать, по слову твоему. Что он действительно и сделал. Это Бытие, 50 глава, 25 стих. Еще очень интересное благословение. Ефрем и монаши. Ефрем и монаши, они были сыновья или внуки? Но они получили тоже статус, как сыновья. И таким образом колен получилось сколько? 13. Вот интересно. Реувен не получил благословения. Он был первый, так сказать, рыцарь решенной наследства. Советской власти, потому что он совершил неблаговидный поступок. Не будем говорить точно. Твой Шимон был, да, и третий был Леви. И тоже не получили наследство. И наследник получал какую долю? Двойную долю. Хорошо. Игуда, он получил царскую власть. А кто же получил двойную долю наследства, если разобраться? Да, Ефрем и монаши, их было двое. И каждый получил равную долю наследства вместе со всеми другими. То есть, если разобраться, в действительности двойную долю наследства кто получил? Иосиф. Иосиф. И очень интересно это благословение. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». И кто же был тот самый ангел, который постоянно был с Яковом? Иешуа, да? Иешуа, избавляющий меня от всякого зла. «Да благословит остров этих, и да будет на них наречено имя мое, и имя отцу моих, Авраама и Исхака». Бытие, 48 глава, 16 стих. Очень интересно. И все благословляют евреев по традиции своих сыновей, да? Да будьте вы, как что? Ефрем и монаши. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да? Девушек, Рахель, Лея и так далее. Но вот подумайте, что если бы были в современном Израиле, Ефрем и монаши их бы не пустили в Израиль. Ну вот если бы Ефрем и монаши были в настоящее время, захотели поехать в Израиль. Вот поехали из Египта в Израиль, да? Их бы не пустили. Почему? Ну, мама их вела не еврейка, 100%, да? Это уже одного достаточно. Отец был какой? Вроде как бы даже, ну я не знаю, коллаборационист, да? С египтянами. Какой-то сотрудничал тут, понимаешь, министр египетский. И вообще неизвестно, на еврея-то не был похож, если так на него было посмотреть. Правда, ничего вообще с евреем не верили. Ну, египтяне немножко похожи на еврея, но... То есть вы можете себе представить, да? Милость Божья. Это пример для нас. А в современный Израиль их бы не пустили. Может быть, им судом пришлось бы доказывать. И еще интересно, когда благословлял внуков своих, он должен был положить правую руку на старшего, да? А другую налево. Он как бы перекрестил руки. Потому что поставил перед ним по правую руку старшего сына, да? И чем получил благословение? Христом. И он возложил руки в виде такого креста и благословил их. И отец еще говорил, давай лучше так сделаем, а не так, да? Он говорит, нет. И Ефрему, да? И Ефрему, да? И Ефрему размножающемуся, будет предоставиться наибольшая доля. И действительно, Ефрем, он был самым большим из всех колен, живших в то время в Израиле, да? И даже более того, по численности, да, даже более того, вы знаете, есть колено, есть сейчас народ, который считает, что есть колено Ефрема. Это пуштуны, да? Пуштуны, их где-то сейчас около тоже 17-18 миллионов, то есть одно колено вот это Ефрема, оно столько же, сколько всех евреев сейчас на земле, да? И эти пуштуны, они говорят, что их первый царь, Афган, был из колена Вениамена. Вот, и Ефремя, они были очень гордым народом, и, как вы видите, афганцы, это действительно очень гордые народа, они к себе не пускают никаких завоевателей. Мы потом еще будем говорить о судьбе разных колен Израиля. Хорошо. Итак, какие же получили благословения? Вот это для нас интересно. Реовен. Ты мой первенец, крепость моя и начаток силы моей. Избыток величия и избыток могущества. Ты мой первенец. Видишь, он должен был быть первенцем. Избыток величия и избыток могущества. Они послужили ему на благо. Правда? Не послужили ему на благо. Избыток силы и избыток могущества. Избыток величия, избыток могущества, извиняюсь, и начаток силы. Тебе предназначалась власть. Какое его качество? Стремительный, как вода. Но нет у тебя преимущества. Потому что ты взошел на ложе отца твоего и осквернил. Тогда восходившую на постель мою. Стремительный, как вода. То есть, невоздержанный, нетерпеливый. Он всегда спешил. Он всегда спешил обнаружить свой гнев или свои отчаяния. И первенство перешло дальше. Осквернил постель мою. Мы не знаем, что это. Но некоторые говорят, осквернил того, кто был в постели моей. Осквернил того, кто пребывал над ложем Иакова. А кто над ложем Иакова пребывал? Шахина. Дух Святой. То есть, хула на Духа Святого. Но есть ассоциации какие-то у нас, да? Я не говорю, что это именно так и было. Но размышлять можно. Дальше Шимон и Леви. Шимон и Леви. Братья. Орудия грабежа они присвоили. Взговор с ними не войди, душа моя. Отсюда не заступаю в сговор с террористами. Но вообще легче убедить террориста, чем в Дишамаме, как говорится, да? Можно сказать, что они были первыми террористами. Коммунистами. И перебили целый город. Взговор с ними не войди, душа моя. К обществу их не присоединяется, честь моя. Ибо они в гневе человека убили. Интересно, они одного человека убили. И по их воле изувечили быка. Причем тут бык? Сила. Сила, могущество, бык. Проклят гнев их. Гнев благословен? Проклят гнев. Ибо силен. И ярость их, ибо тяжела. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Хотя Шимон имел какое-то свое там место, да? Но, тем не менее, Шимон оказался рассеянным в Израиле. Потому что там его территория, она была не полностью в одном месте, да? А что касается Леви, Леви вообще не получил территорию. Только города убежища, да? Хорошо. В гневе человека убили. Это, можно сказать, что все жители Шхема, как один человек. И убийство даже одного человека, столь же страшный грек, как избиение города. Изувечили быка. Торий Иосиф неодократно сравнится с быком. Он великолепен, как первородный бык. И рога буйвола его рога. Дворим 33, 17. Это уже другое благословение, которое идет. О благословении, которое во второзаконии. Рассея их в Израиле, колено лево, не будет иметь свое на дело. Они стали переписчиками Торы и учителями. Ягуда. Ягуда получил самое лучшее благословение, да? Ягуда означает прославляющий. Поэтому тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на загривке врагов твоих. Поклонится тебе сыны отца твоего. Ягуда, львенок. И помните на гербе Ягуды что изображал? Лев. Лев. Кстати, чтобы вы знали, если изображать льва с горивых, если быть абсолютно точным, то это изображение не совсем правильное. Львы, которые водились в Израиле, это не те львы, которые водились в Африке. Лев, который водился в Израиле, это европейский лев, который был истреблен на территории Европы в первом веке нашей эры, потому что тогда львов усиленно отлавливали для цирков римляне. А у нас Владимир Мономах добивал последних львов в районе Киева. Это уже где-то 12-13 век, да? А кто-нибудь смотрел такого льва Пума? Пума. Пума. Пумы живут в Андах, в страшных морозах и продолжают жить сейчас, да? Вот европейский лев, это и был вот такой Пума. Но тигры это тигры, а львы это львы, это разные породы. Хорошо. Итак, Игуда, львенок, от растерзания мой сын отказался, преклонился и лег. Смотрите, отказался от растерзания, да? Преклонился и лег, как молодой лев, кто потревожит его. Видите? От растерзания отказался, значит, он спасал Иосифа. Иосифа, и помиловал Тамар, и характер Игуды, это какое? Милосердие. И за это не оставит скипетр Игуду, и законодатель не исчезнет между потомков его. Видите? Скипетр, это царская власть, да? Законодатель, это какая власть? Власть Торы, да? Власть Торы и царская власть Игуды. Действительно, видите, иудаизм даже назван именем какого? Иуды. Не сказано, яковизм, израилизм, правда? Или еще какой-то изм. А, иудаизм. И законодатель. Законодатель здесь переведено у нас. Но в действительности там говорится о чем? Законодатель не исчезнет между потомками. Вот до прихода, кого там? Ну-ка, как у вас, 10 стих написано. Да? Значит, здесь, видите, у нас получается, до прихода шило. Некоторые говорят, вы шило, шило, примиритель. Но сам примиритель, это имя Мессии, шило. Шило, а слово шалом. Дающий шалом, да? Шило означает дающий шалом. Это не то шило, которое в мешке не утришь, да? Понимаете? Значит, это имя Мессии. То есть, не то, что скини в шило находилось, а шило – это само имя Мессии. И будут упоминаваться этому шило все народы. И не оставят скипетр в Игуду. Видите? То есть, царствование Давида будет вечным. И мы действительно видели, по крайней мере, две династии из царей. Давида, я уже говорил, эфиопская династия и династия Багратидов. В Грузии, которая продолжалась династия Багратидов до 1812 года. А до 1965 года императоры правили эфиопией. После этого был коммунизм. Но царство Ишуа Мессии, оно вечно, да? И он тоже из колена. Был, есть и будет. И никто не скажет, что Иисус был евреем, а потом он перестал им быть, да? Он и в вечности еврей. Потому что человеческой своей сущности он не лишился. Как Бог, конечно, он выше всякой нации. Но как человек, а человеком он продолжает оставаться. И он является, да, именно из колена Иуды. Дальше привяжет к виноградной лозе осла своего и к молодой лозе осленка. И это пророчество где сбылось? В Евангелии, да? В Евангелии. А моет в вине одежды свои. Это говорится в Откровении. И в крови грозди своих одень они свое. Еврейские ортодоксальные комментаторы говорят. Привяжет к виноградной лозе осла своего. Земли Игуды будут очень плодородными. Урожаем с одной лозы можно будет навьючить осла. А с одной ветви осленка. А моет в вине одежды свои. Земля Игуды будет богата виноградом. И второй слой пророчества. Вы знаете их пророчество, оно как яйцо. Смотришь, скорлупа. Это пророчество на этот день, да? Ниже белок. И если мы катнем, то желток. Поэтому всякое пророчество, оно имеет три слоя. Одно пророчество к тому конкретному времени, которому оно предназначится. Помните, мы говорили, вот дева родит сына, да? И мы можем, конечно, там спорить. Альма или Бетула. Есть разные к этому комментарии. Но если говорить конкретно, то пророк что говорит? Вот девушка, да? Или молодая женщина. Вот девять месяцев пройдет она родит сына. И еще пройдет год, да? Ребенок когда уже начинает годить и говорить? Примерно в возрасте года, да? То есть пройдет год и девять месяцев, и царство сирийское будет повержено. И это относится к чему? Первому слой пророчества, скорлупа. Второе слой пророчества, когда мы говорим о рождении Ишуа Мессии. И третье царство, о мессианском царстве, когда действительно настанет царство Ишуа, да? Которое является сыном Божиим, если по отцу, да? И по матери Мирьям, да? Мирьям. Хорошо. Итак. Помоет, введя одежда свою земля, и годы будет готовить виноградника. Так красны будут очи его от вина, и белые зубы от молока. Холмы на земле и годы будут красны от виноградников, а долины белы от многочисленных стад овец. Завулон. Завулон жил у берега моря. И его корабль. Изображение, да? Завулон у берега морей будет жить у пристани корабельной. Предел его до Цидона. И вы знаете, что еврейские моряки, да? Возможно, были первыми, кто пересекли Атлантический океан. Потому что оказалось, что нашли записи на финикийском еврейском языке во времена царя Соломона. Это был общий флот финикийский еврейский. И евреи доходили, есть их указания на то, что некоторые жители вот этих островов были вы на Таите, не были вы на Таите, да? Полинизийцы явно носят семитский характер, семитский внешний вид. Японцы носят несемитские такие внешние черты лица. А также, оказывается, даже были открыты племена совсем недавно. Ну, как, относительно недавно, в середине 20 века. О них вообще никто не слышал никогда. Оказалось, они приносят как раз на емкий пур в жертву петуха или курицу, да? Причем так, как это делали отпущение, козла отпущение. Удивительно, откуда люди, которые вообще никогда не видели европейцев, да, вдруг оказывается в таком положении. Очень интересно. Иссахар. Иссахар – осел костистый, лежащий на меже. Осел костистый – это не значит, что тощий осел, а выносливый, способный переносить тяжести. А лежащий на меже означает неизбалованный, довольствующийся коротким отдыхом. И увидит он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонит плечи свои для ношения. И станет работать в уплату дани. И увидит он, что покой хорош, то есть богатые урожаи, получаемые на плодоводных землях, дадут возможность колену Иссахара располагать свободным временем. Приклонит плечи свои, чтобы нести время Торы. И станет работать в уплату дани. Это с одной стороны. А с другой стороны, это племя одной из первых, да, попала в власть сирийцев. И только вынуждена платить, да. Дан. Дан от слова суд, поэтому здесь обыгрывается. Дан будет судить народ свой. И будет как одно колено Израилева. Дан будет судить. Да, из колена Дана выйдет богатырь Шемшон, который был судьей. А еще имя Дана означает суд и временно часа суду, что? С Дома Божьего. А дальше мы видим, что Дан и колена Дана будет жить в Петербурге. Потому что у Петра Великого в семье нету никого, только лошадь и змея. Вот и вся его семья. И что же дальше увидел наш прадец Яков? И будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, язвящим ногу коня. Так что падает всадник Нозич. Когда строили этот памятник, то думали, что это Россия, которая разбивает змею ногу. Но в действительности всадник вздыбился. Потому что его укусили и еврейство, которое укусило царское самодержание. Как раз это произошло в Петербурге. Привело что к его падению. Некоторые еще говорят, что Магадан это тоже Магендан. Но это шутка. А еще есть такое государство. Гоминдан. Го по китайскому означает. Го государство. А Миндан по-еврейски из колена Дана. Да, шутка. Да, шутка. А кто был в Чанкайши? Не Чингисхан, а Чанкайши. Да, да, да. Чанкайши был женат на еврейке. И более того, сын его учился в Петербурге. И там он женился на еврейке. И поехал после освобождения, его репрессировали концентрационные лагеря, сталинские, после освобождения, на свой остров. Где там этот остров сейчас? Знаменитый. Вань, поедем на Тайвань. И вы видите, какого достиг этот остров величия. Да? Ну, по крайней мере, экономические. Тайваньские продукции мы все знаем. Да? Хорошо. Итак, значит, еще, мы говорим, что это символ Ленинграда. И еще говорится, что Божий народ будет разрушать всякую небожью религиозную структуру. И даже когда кажется, что евреев растоптали копытами, то тот, кто попирает евреев, на самом деле, что будет? Повержен. И дальше, говорится, на помощь твою, надеюсь, Божия. То есть, здесь совершенно другое тактование. Гад. Гад. Гад, видите, гдут. Да, гад, счастливчик. И там его будут пытаться многие завоевать. Но гад отредит отряды. И гад получил надел на восточном берегу Иордана. И вместе с другими братьями принимал счастье завоевание Канаана. И он первым получал удары, когда приходили какие-то кочевники со степи. И возвратился после всех. То есть, он вернулся, когда уже страна Израиля была полностью завоевана. То есть, колено гада, оно воевало за нашу и вашу свободу. Оно не безразличено к судьбе братьев. И для нас очень важно не быть безразличными. Даже знаменитый индийский политик. Джахал. Не выговорю. Да, да. Наверное, вот этот самый, который Харманд. Да. Да. Так вот, говорил. Что, говорит. Если бы не евреи, так мы даже идейцы не знали бы, что. Мы же вам плохо, если нам делать эволюцию. Нам это все евреи подсказали сделать, да? Хорошо. Ашер. Ашер. Видите, тоже счастливчик. У Ашера будет тучный хлеб, и он будет доставлять яство царские. И еще хлеб жизни. И есть такая молитва. Ашрейну. Ашрейну. Мотоу Калкейну. Да? Счастливы мы, потому что такова наша участь. Нафтали. Нафтали лань прыткая. Произносит речи изящные. И одно из названий земли Израиля – это земля газелей или ланей. Кожа лани с трудом заживает, и на ней остается дефект. Лань не противится врагу. Лань стремится к потокам вод. И таковы качества тоже любящих Господа. Лань прыткая. Значит, она быстрая, да, на подъем. И произносит речи изящные. То есть, это способность хорошо говорить. Хорошо. А кто из проповедников Нового Завета был наиболее речистым? Аполлос. Аполлос. Да? Да? Ну, крайне верно, даже Павел говорил об этом. Речистым. Да. В Новом Завете. Аполлос. Да? Он тоже был евреем. Да. Помните? Откуда он был? Иосиф. Иосиф плодородный. Да? Помните Иосиф? От слова «оплодиться», «прибавлять». Плодоносящий над источником, в действии которого простирается на стену. Росток плодородный Иосиф. И огорчали его. И стреляли. И враждовали с ним. И действительно с Иосифом враждовали. Да? Вот. Еще интересно, что стреляли. Видите? Библия, когда говорится о Божьем оружии, говорится об оружии контактного боя. Меч. Это честный бой лицом к лицу. А вот когда стрела, говорится, это оружие кого? Лукавого. Пущено из засады. И еще говорят, если ты поднял меч на человека и подумал, и раздумал его убивать, то меч что? Можно опустить и вложить в нужды. А стрела, если она выпущена, на что? Да, она уже не вернется. Поэтому стреляли у него. Но тверд остался лук его мощным. Мышцы рук его поддержаны владыкой Якова. А от этого пастырем стал твердыней Израиля. Хорошо. Он стал пастырем и твердыней Израиля. Бениамин. Бениамин. Волк хищный. Утром будет есть зобычу и вечером делить трофей. И из колена Бениамина, кстати, вышел кто? Шауль. Да? А то, что волк хищный, это указывает на братоубийственную войну. Которая колена Бениамина, да, что была? Почти что уничтожена. Хорошо. Ну, вот видите, 12 колен Израиля. Вот интересно, когда говорится пророчество Иезекииля. Иезекииля 31 глава. Говорится о доме Израиля и доме Иуды. И как вы думаете, когда пророчество Иезекииля, дом Иуды существовал? А где Израиль? Он уже был в издании. И вот что интересно, когда у Иезекииля говорится о скине и храме, если вы внимательно посмотрите, это и не первый, и не второй храм. А какой-то особый. Говорится, что земля Израиля опять будет разделена на колено. То есть, каждый из колен будет восстановлено. Мы мало что знаем об этих коленах. Где они сейчас? Я вам говорил, что пуштуны, например, помните, они считают себя потомками колена Ефрема, еменские евреи, есть другие различные евреи. Евреи, ну, кроме колена Ихуды и вот кроме колена Леви, мало кто знает, да, свои родословные. Но в то же время все эти колена будут восстановлены. Колено Ашера было торговым коленом, и поэтому потомки Ашера, скорее всего, переселились в Китае. Вы знаете, кайфы. Адан, они совершали тоже переходы, рахданиты, так назывались средневековые еврейские купцы. Один из евреев, кажется, бы не имел, истудал, и в 12 веке путешествовал, и он ехал через Хазарию и Молдавию, да, и в 12 веке, то есть уже когда Хазари, как такое, не существовало, он говорил, что вот в этих местах живет народ, и называют они себя валахи. Эти люди разбойники, но они считают себя потомками евреев, носят еврейские имена, и если кого-то они грабят, то и убивают. Но евреев они только грабят и убивают, потому что говорят, что они тоже евреи. Так что молдаване, это тоже потомки евреев, но про украинцев я не говорю, а россияне, это евреи, которые живущие в России, они называются, россияне, да, японцы, очень похожи на евреев и в языке, и по внешнему виду. Даже в таких странах, в Африке, в Уганде, есть племя Уба-Юдая, и когда их нашел реформистский район из Виржинии, увидел, что они также евреи, и научил их петь субботний гимн Леха-Дади. На Болярских островах есть племя, которое называется Джудесма, это потомки испанских анусим, принужденных к крещению. В Бразилии тоже много евреев, и они сохранили обычаи привязывать коробочки к голове и руке и соблюдают некоторое подобие кашрута. По виду местные индейцы, да, но в действительности занимаются еврейскими штучками. В Капа-Верде потомки знанников из Португалии сохранение памяти, соблюдение субботы и редко вступают в браки с представителями окружающих народов. В Коста-Рика есть такие люди, которые называются в Абне-Исраэль и не работают в субботу. В стране Гана живут такие, называются Сеф-Ви-Ви-Авса, тоже соблюдают элементы кашрута и субботы. Ну, в Эфиопии там еврейство выражено даже в православной церкви. В Индии тоже есть Бней-Минаши, то есть Сынея-Минаши, а также еще другие. В Ирландии, в Ирландии есть такие черные ирландцы, они называют себя Black Irish. Это потомки испанских моряков, среди которых, возможно, были мараны. Кто такие мараны? Это, да, испанские евреи, принявшие христианство. В Мексике почти все местные племена считают себя евреями. Вот Румыния, Испания, Суринам, Тимбухта, Венесиала, Зимбабве. Я вам показывал евреев из Зимбабве, черных трубящих шафаров, да? Таиланд, где только нет потомков евреев. И в последнее время Бог восстановит. Восстановит дом Израиля и дом Иуды. Восстановит дом Израиля.